Памятник Тарасу Шевченко, который в городе планируют установить в следующем году, не будет иметь аналогов. В этом заверяют авторы проекта. Комплексную скульптурную композицию рассмотрели на заседании профильной комиссии. Пока что в пластилине, но в следующем году будет в бронзе. Правда, пока комплексная скульптура достигнет натурального размера в бронзе, ей предстоит еще долгий путь, ведь в пластилине не все детали можно рассмотреть. На данном этапе культурологи отмечают, такой памятник единственный в мире, ведь он передает дух Запорожья. Молодой Шевченко прислушивается к думам старого Кабзаря. Специально посмотрели, какие памятники установлены во многих странах мира, на территории Украины. Она единственная по своей сути, поскольку она двухфигурная. И она отвечает тому посещению Шевченко, нашего края, когда ему было 20 лет. Тарас и как Кабзаря, как глашатой всех народных дум, как предвестник всех возможных общественных влияний, изменений и так далее, которые нашли в свое время в песнях, былинах народных, которые озвучил Кабзаря. Долгое время споры вызывало место установки памятника. В конечном итоге решили, памятник будет располагаться в сквере театральном напротив театра имени Магара. Место выбрано не случайно. Те, кто назначает эти места, абсолютно не учитывают освещение. А скульптура – это освещение. И на площади перед театром Магара свет работает. Все время, весь день работает свет. К концу июня будет изготовлена уже гипсовая модель памятника с дополнительными доработками отдельных деталей. Продолжение следует...